Музыка Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидеры медицинской статистики, намного опережая другие факторы в причинах серьезных болезней, опасных летальными случаями. В основе большинства заболеваний сердечно-сосудистого спектра – атеросклероз, говорят кардиологи. Это заболевание, которое характеризуется образованием холестериновых бляшек в стенке кровеносных сосудов. В зависимости от того, насколько эти бляшки суживают просвет кровеносного сосуда, возникает определенная клиника заболевания. Это ишемическая болезнь сердца, сужение коронарных артерий, которые подходят к сердцу, церебральный атеросклероз, поражение сосудов головного мозга, периферические поражения артерий нижних конечностей, которые могут привести к сосудистым катастрофам вплоть до инфарктов и инсультов. Чтобы избежать этого, нужно предупредить образование холестериновых бляшек, а они начинают образовываться уже с молодого возраста, уточняют врачи. Поэтому так важно следить за уровнем холестерина. Если наш уровень холестерина будет ниже, будем говорить 5 ммол на литр, это такая стандартная дозировка, не выше, то бляшки у нас не образуются. Холестерин бывает хороший и плохой. Хороший тот, который предупреждает отложение холестерина на стенках сосудов, наоборот, защищает сосудистую стенку. Это липопротеиды высокой плотности, такие маленькие молекулы, которые образуются в печени. И есть плохой холестерин. Это триглицериды, крупные молекулы, которые поступают с пищей. И липопротеиды низкой плотности. Это самый атерогенный холестерин, который как раз и откладывается в стенки сосудов. Именно поэтому кардиологи советуют не назначать лечение только по одному анализу, а к ежегодному анализу на уровень холестерина добавить тест на липидный спектр, чтобы врач посмотрел соотношение так называемого плохого и хорошего холестерина в структуре крови. Потому что избыточным показатель может быть из-за так называемого хорошего холестерина. Повышенный уровень его образуется за счет полезных липопротеидов высокой плотности, а этот уровень снижать наоборот будет не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok